Паланез, вальс, чопорный и романтический, 19 век. Девушки воздушные и грациозны, молодые люди подтянуты и собраны. В зале более 50 пар, студенты вузов и колледжей, а также старшеклассники. Кадету Владу Шумейко пригодились навыки, полученные на занятиях строевой подготовкой. Она помогает держать осанку, она помогает держать ритм, темп, координацию движений также развивает хорошо. Гарик Диланян учится в седьмой школе. До первой репетиции молодые люди даже не были знакомы. По их словам, самое сложное было освоить движение и перестроение. У нас было около шести репетиций. Репетиции проводились очень весело, очень всегда было дружно, нам всегда все нравилось, все было прекрасно. Но мы одолели все это, все прошло, как видите, все шикарно. И мы просто счастливы, что мы здесь оказались. Влад и Гарик готовы повторить сегодняшний опыт. Зимний бал становится традиционным, уже в третий раз его организует городское управление по делам молодежи. Я считаю, что наша молодежь должна как можно больше узнавать танцев классических, потому что это определенная культура, культура поведения, культура общения. Уклад меняется, но классика на то и классика, что она была, есть и будет. Оперная музыка, чтение стихов, все фиксируется с помощью гаджетов. Луиза Архипова тут же выкладывает видео на свою страницу в социальной сети. Платье, как говорит она сама, ей любезно одолжила подруга. На подобном мероприятии девушка впервые. Очень нравится. Это волшебное ощущение, даже не передать словами. Как сказка, наверное. Можно со сказкой сравнить. Все красивые одежды, танцы, музыка. Мне безумно нравится. Бал проходит в Татьянин день. Всероссийский студенческий праздник. Директор Анапского филиала МПГУ Елена Некрасова в почетной ложе гостей наблюдала за своими студентами. Конечно, они были великолепны, девушки грациозны. Юноши были очень торжественны. Красивые платья, прекрасная атмосфера. Уговаривали недолго. У нас прям был конкурс, кто будет принимать участие. В наше время таких баллов не было, о чем мы очень сожалеем. Я думаю, что эту традицию надо продолжать. В городе-курорте более 35 тысяч молодых жителей, из них 5 тысяч студенты. Желаю вам всем получить образование. И это образование использовать здесь, в этом городе, на этом курорте. Не надо стремиться в мегаполис. У нас Анапа – это лучший город. Лучший город в нашей стране. Вы здесь родились, вы здесь учитесь, вы должны его любить. В этом главу поддержал председатель Совета муниципалитета Леонид Кочетов. Они вручили благодарственные письма тем, кто уже сегодня принимает самое активное участие в жизни города-курорта. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.